Мы видим, что мы находимся в районе большого-большого флета по паре евро-доллар. И сейчас мы пробили середины диапазон этого, собственно говоря, большого флета. Середины диапазона во флете всегда говорит о том, что рынок, если пробивает этот середины диапазон, то он, разумеется, дальше у нас идет в сторону дальнейшего снижения, то есть в сторону низа. Здесь есть у этого флета примечательная особенность. Если вы обратите внимание, все-таки мы здесь помимо флета имеем такую общую динамику, которая все-таки походит на такой бычий-бычий какой-то тренд. То есть вот мы видим сейчас 4 часа, и мы видим, что рынок довольно неплохо отрастал, и сейчас он находится в такой вот фазе, можно сказать, накопления с возможным последующим разворотом. Давайте мы с вами также еще откроем дневки и посмотрим, что у нас на дневках. Также видим резкий-резкий всплеск, резкий-резкий взлет по дневке, что также указывает на то, что в принципе в рынках у нас сейчас очень сильные доминирующие быки, которые, собственно говоря, потихоньку-потихоньку сдаются. Поэтому на следующей неделе можно предположить примерно следующее. То есть локально сейчас, услышите мне, пожалуйста, локально сейчас у нас происходит пробой, соответственно, серединки. Ну и как следствие, мы предполагаем, что мы локально будем дальше двигаться, соответственно, в сторону низа, в сторону диапазона 1, 17, 15, 4. Ну и, соответственно, дальше в течение, собственно говоря, этой недели постараемся посмотреть этот инструмент где-нибудь вот здесь, увидеть его. И сейчас, на следующей неделе, в зависимости от того, как мы, соответственно, будем открываться, нам нужно будет принять следующее решение. Как я планирую, собственно говоря, брать этот инструмент? Можно на следующей неделе, в принципе, продавать от существующих уровней, либо от уровня примерно вот этого диапазона с целями, соответственно, вот сюда. Вот сюда. И дальше уже нужно будет делать новый анализ, потому что большая вероятность пробоя нижней границы, отката и дальнейшего движения вниз. Поскольку, если вы еще раз посмотрите, давайте я вам еще раз открою дневку, чтобы вы посмотрели. Дневка, сами понимаете, что здесь происходит. Здесь резкий памп происходит, ну и, конечно, дальше у нас все-таки ожидаемо будет дамп, но чуть попозже. Пока что локально торгуемся в рамках этого диапазона. То есть, сейчас движение к уровню 1.17.15.4. В случае пробоя 1.17.15.4 двигаемся еще ниже, в сторону, соответственно, серединки вот этой большой-большой-большой волны. Вот этой большой-большой-большой волны на дневках. Примерно где-то в сторону 1.15.770. То есть, примерно вот сюда. Но еще раз говорю, на следующей неделе мы все-таки вернемся к анализу, посмотрим, что здесь у нас, соответственно, будет. Так, по фунту. Здесь мы видим, что мы сейчас подошли уже к нижней границе. И прошу обратить внимание, что объемы из нас здесь увеличиваются. Причем увеличиваются очень мощно. Давайте мы посмотрим, как в целом здесь произошло это движение. Откроем ниже стоящий график. Например, 30 минут посмотрим. И по 30 минутам здесь, если мы обратим внимание, рынок у нас достаточно мощно, собственно говоря, сейчас прогружу объемы, достаточно мощно подошел к этому уровню и начал здесь пилить. Что здесь можно сказать по этому инструменту? Ну, мы видим, что у нас достаточно сильно делают усилия медведи. Причем медведи делают достаточно мощное усилие. Мы видим увеличение здесь объема на нижней границе. Видим, вот у нас появляются покупатели. Давайте мы с вами подумаем, что если у нас это покупатели достаточно мощные и покупатели, которые готовы развернуть рынок, почему-то у нас не происходит обратного движения. У нас рынок вязнет, соответственно, в этом уровне, который здесь можно отметить вот таким вот макаром. И мы видим, что рынок пытается запилить его, но потихоньку-потихоньку вязнет. У нас также появляются здесь шпильки и появляется крупный объем. Вся ситуация выглядит довольно-таки, знаете, бычей. Но если мы обратим внимание на общую динамику, давайте мы с вами посмотрим еще общую динамику. Откроем с вами дневки, еще посмотрим, глянем, что на дневках. Мы видим, что на дневках мы подошли к очень-очень значимому уровню. Вот этот уровень. И также мы видим, это уровень коронавирусного падения, как вы понимаете. Также мы видим, что рынок у нас начал пилить этот уровень. Вроде бы он его пробил и в то же самое время он ушел вниз. То есть происходит вот этот вот флет, который мы только что рассматривали. Также мы видим потихонечку-потихонечку увеличение объема. Прямо сейчас у нас происходит столкновение, соответственно, интересов на уровне. И все-таки приоритетнее здесь дальнейший пробой вниз, пробой границы 1.30.686. Но все-таки, если собираетесь торговать, давайте еще 4 часа глянем. Да, здесь примерно та же самая ситуация. Почему я говорил о неком пробое? Потому что мы видим, что у нас медведи делают очень серьезные усилия. Видим, что у нас покупатели пытаются каким-то образом сопротивляться, но у них ничего при этом не происходит. То есть рынок не разворачивается, рынок не откатывает, рынок... Ну, по сути дела, рынок тупо поглощает весь тот объем, который присылают, собственно говоря, покупатели и выкупают его. Поэтому я говорю, что здесь больше приоритетнее продажи. Что здесь можно делать на следующей неделе? На следующей неделе, в принципе, вот я бы рассматривал данный инструмент примерно где-то здесь уже нашел бы серединку. И в случае, если движение пойдет наверху, вот здесь вот я бы в этой области уже искал продажи в сторону, соответственно, 1.3686. В случае пробоя данного диапазона, причем неважно, с этого уровня, либо вот с этого уровня, вот таким макаром, продаем в сторону примерно где-то движения, ну вот примерно сюда, в диапазон 1.26. Даже не примерно, давайте вам точно скажу, примерно где-то куда-то сюда, 1.27.750. То есть вот до следующего такого достаточно мощного диапазона, мощного уровня. Здесь у нас тоже находился когда-то продавец довольно неплохой. Видим, что мы его, собственно говоря, разобрали через треугольник. И поэтому, если мы пробиваем данный диапазон 1.3686, двигаемся еще ниже в сторону 1.27.598. Скажем так, есть все возможности для того, чтобы двинуться вниз и для того, чтобы прям свалиться вниз, это очень неплохо. Но тут есть такой момент, сами понимаете, мы сейчас находимся у нижней границы. И по этой причине, в случае если, к чему я говорю, в пробой сейчас не продавайте, потому что в пробой есть вероятность, что рынок сейчас уйдет в откат и на откате вас отступит. Поэтому постарайтесь дождаться, соответственно. Итак, что касается канадца, давайте мы вернемся к канадцу и посмотрим сейчас канадец. По канадцу мы видим следующую ситуацию. Здесь у нас стал формироваться такой медвежий тренд. Давайте я открою еще раз Невки и покажу вам, соответственно, Невки. Мы видим, что рынок у нас идет вниз. У нас есть еще запас хода до диапазона 1.30526. На прошлой неделе мы тоже говорили о том, что канадец больше перспективен, конечно же, для движения вниз. И, насколько я помню, если память не изменяет, все-таки мы планировали этот инструмент еще ниже, да, ну, в сторону вот, примерно, вот этих вот лоев. В принципе, ситуация не поменялась. То есть, точно так же пытаемся, соответственно, пойти ниже. На данный момент мы зависли в небольшом коридоре между диапазонами 1.32294 и 1.31570. Это такой коридор, в котором мы можем некоторое время плясать. Если мы обратим внимание, рынок потихоньку стал минимумы повышать. Вот здесь повышение минимумов, да. Вот здесь повышение минимумов, если мы откроем 30 минут. И мы видим, что рынок вроде бы пытается как бы сопротивляться. Давайте мы еще посмотрим здесь на объемы, которые здесь приходят на рынок. Вот вроде бы у нас попытка быков сопротивляться и двигать рынок вверх, да. Вот она. Вот так же это попытка быков сопротивляться и двинуть рынок вверх. Мы видим, что ничего путного из этого толком не происходит. Рынок выстреливает, да, действительно, выстреливает. А потом резко откатывает. И он, по сути дела, поглощает все это падение, которое было. Ровно то же самое происходит и вот здесь. Но мы видим, что быки потихонечку-потихонечку начинают крепнуть в своих силах. И спроса в рынке становится все больше и больше и больше. Эта тактика для нас, по сути дела, и подобная ситуация на рынке будет означать, что мы постараемся торговать на следующей неделе более осторожно. Более, знаете так, используя такую очень-очень осторожную тактику с минимальными рисками, насколько это возможно. Но все-таки будем продолжать пытаться торговать. Здесь у нас следующий диапазон, до которого мы можем, в принципе, дойти. Это, соответственно, пробой 1.31570 и дальнейшее движение к 1.31245. Но, помните, я вот здесь у себя в прогнозе, я сегодня решил записать, какие, собственно говоря, валюты, куда я буду планировать. По канадцу все-таки я оставлю знак вопроса. То есть у нас шорты, да, но все-таки я оставлю знак вопроса, потому что в самое ближайшее время это трендовое движение вниз, оно остановится и развернется. Поэтому я и говорю, что мы торгуем очень-очень осторожно данный инструмент. Но пока еще мы, соответственно, продаем до нижней границы 1.35570. Прямо от существующих уровней, в принципе, можно. И дальше, следующий, при пробое мы имеем все шансы пойти к 1.31245. В случае ее пробоя двигаемся еще ниже к 1.30370. Это такие исторические лаи, до которых хотелось бы, чтобы мы дошли, но не факт, что мы дойдем. Поэтому будем иметь, собственно говоря, это в виду. Вот такая ситуация по канадцу. Понимаю, что немножечко воды вам налил вот этот инструмент, но в целом здесь ситуация более шартовая. Опять же, об этом говорят и дневки, и 4 часа, и в целом. Австралиец. Давайте мы с вами посмотрим, что по австралийцу. Давайте, наверное, начнем с дневки. Мы пробили коронавирусное падение. Честно признаться, думал, что вот мы здесь будем откатывать. Давал вам несколько рекомендаций, кстати, здесь шортовых. Но рынок и пошел, конечно, в шорт. Но видим, что шорт у нас не развился. Все-таки у нас цели были гораздо ниже. Гораздо-гораздо ниже. А сейчас мы подошли к очередной плотности. Это нет, здесь нет никакой плотности. Давайте я выставлю здесь на дневке хотя бы примерный диапазон, примерный уровень, чтобы как-то, собственно говоря, осмотреть. Мы пробили диапазон 0.07.153. Это, в принципе, достаточно мощный уровень. Мы видим, что рынок довольно неплохо его пробил. И сейчас он потихонечку-потихонечку стал останавливаться. Давайте мы откроем часовики. Посмотрим, что у нас тут на часовиках. На часовиках мы видим, что мы имеем такой галимый-галимый, собственно говоря, флэт. Я думаю, что, в принципе, эта ситуация останется у нас в рынке, в рамках такого, собственно говоря, галимого флэта. Пока что мы будем торговаться в рамках этого флэта. Имеем здесь очень широкие диапазоны. Поэтому будьте осторожны, коллеги. Используйте тут повышенные стопы. Не повышенные стопы. Используйте пониженный объем и очень высокие стопы. Потому что видите, что рынок здесь выпиливает. Он выпиливает практически всех. И здесь вот есть такой большой-большой коридор. Флэтом, к сожалению, это назвать... Ну вот язык не поворачивается. В силу того, что здесь есть постоянные выносы в одну из сторон. И поэтому большая вероятность, что если вы будете заходить в эту всю ситуацию, то, конечно же, вас тоже будет выбивать. Так или иначе, у нас есть нижний диапазон, который находится в диапазоне 0.71.296. И 0.71.182. Верхний диапазон 0.72.584. И 0.72.458. Здесь много ума не надо. Покупаем от низа, продаем от верха. Имеем в виду, что рынок у нас имеет небольшое движение вверх. Если вы обратите внимание, не торгуем по трендовой линии, но, тем не менее, тут можно даже трендовую линию поставить. Поэтому на следующей неделе, если вы увидите, что рынок от вас уже убегает наверх, просто смело вставайте в покупку. Здесь, в принципе, достаточно неплохая торговая ситуация на покупку. Но с широким стопом, имейте в виду. И вот ваша ближайшая цель. Ну и, соответственно, пробой данной цели. Если говорить о глобальной картине, если говорить в целом о том, как мы дальше будем двигаться, то об этом всем говорит дневка. Мы видим, что пока что мы находимся у верхнего диапазона. Вот у нас здесь есть какой-то такой, можно сказать, возьмем в кавычках локальный уровень для дневок. И пока что мы его запиливаем. Следующая цель у нас это диапазон 1.74.201. И вполне вероятно, что рынок вот такой пилой и будет потихонечку-потихонечку идти туда вверх. Ну, давайте посмотрим, какими конкретно кругами пойдет иена. Мы видим, что у нас формируется бычий тренд. Если смотреть здесь на объемы, в принципе, сейчас потихоньку на сцену уже выходят вновь медведи. Вот появление медведей. Причем они делают неплохое усилие вот этой свечой, да, и двигаются довольно-довольно неплохо. Причем даже практически без объема. Дальше у нас вот появление медведей. И, в принципе, на движении вниз объемы вырастают, что тоже достаточно хорошо. Вроде бы у нас здесь есть попытка быков сопротивляться. Вроде появляются покупатели здесь. Вот опять вот они появляются покупатели. Мы видим, что они делают очень неплохое усилие. Но при этом результата никакого нет. У нас на сцену выходят, соответственно, продажи. Поэтому здесь больше такая шартовая ситуация. Ох, стремная тут ситуация, коллеги. Очень стремная, очень стремная. Сложно мне, знаете, что тут вот прям я вот прям смотрю, я прям не понимаю данный инструмент. Поэтому все-таки, все-таки имейте в виду, что на этой неделе вот по иене такой сумбурный будет анализ. Но как бы я торговал, вот если бы у меня под дулом пистолета вставили вот так вот курок и сказали, Та ну торгуй иену! Вот если бы я находился в этой ситуации, как бы я торговал? Ну, во-первых, я бы не торговал. Но вот если бы пистолет поставили в голове, я бы все-таки попытался бы пошортить. Потому что мы видим, вроде бы у нас есть покупатели в рынке. Они вроде бы дают, ну, какой-то толчок, объем появляется. Мы видим, что реализации никакой при этом не следует. У нас в рынках появляются продавцы, которые довольно неплохо, собственно говоря, отрабатывают этих покупателей и забирают все то движение, которое было до того, как. Ровно то же самое происходит и вот здесь. Поэтому здесь ситуация более шартовая такая. Но тут есть такой немаловажный момент. Если вы обратите внимание, мы находимся в таком глобальном-глобальном флете. Поэтому все-таки, да, здесь такая спорненькая ситуация. Но все-таки постарайтесь на следующей неделе торговать в сторону 105-422. И в случае пробоя 105-422 есть все перспективы дальнейшего движения вниз в сторону 104-257. Вот если честно, покупок здесь вот чего-чего, а покупок здесь я не вижу. Здесь все больше указывает на шарты. Итак, у нас здесь есть вот такой момент. Давайте мы поставим здесь диапазоны, которые здесь есть. Во-первых, мы планировали, если помните, движение до 12500. До 12500 мы дошли. Все, тот сценарий, который я говорил вам, он исполнился. Это прекрасно. Поэтому ссылка на донат находится в описании. Кто заработал на моем прогнозе, скидывайте баблишки. Я знаю вас. Так, касаемо битка. Мы дошли, собственно говоря, до 12500. Мы откатили от 12500. И откатили довольно неплохо. Здесь есть нижняя граница на уровне 11250. И у нас есть все перспективы болтания в этом, собственно говоря, флете. Давайте я открою 4 часа. Посмотрим, что у нас тут на 4 часах. Мы видим, что у нас на 4 часах происходит такая, ну, можно сказать, болтанка. Да, происходит некий флет с закосом вверх. Где-то я это уже видел. По-моему, на канадце мы видели то же самое. Или на австралийце. То есть мы видим, что у нас инструмент двигается вверх. При этом он находится в неком таком флете. Здесь я вам сейчас все-таки порекомендовал бы использовать какие-то очень-очень техничные вещи. Например, ту же самую, собственно говоря, линию поддержки и сопротивления. Да, такую трендовую линию. Не совсем это грамотно с точки зрения теханализа. Но, тем не менее, вот здесь конкретно будет работать. Потому что рынок сейчас уходит в такую технику, очень глубокую технику. Значит, смотрите. Здесь тактика работы может быть следующая. У вас есть что-то вроде трендовой линии и у вас есть подобие такого флета. Вот, рынок двигается. Просто визуально это не нужно делать, как я сейчас по дурости беру, так вот натягиваю. Не обязательно вам так делать. Просто у вас есть нижняя граница. Мы сейчас как раз-таки на ней находимся. В случае, если вы увидите свой сигнал, например, появление вот таких хвостов, например, да. Либо появление крупного объема. Либо очень многие из вас почему-то торгуют двойную вершинку, либо двойное дно. Например, вот такой сценарий. Либо увидите, например, вот такой сценарий. То есть, вариантов много. Тот сигнал, которым вы торгуете обычно, вы должны его тут увидеть. Как только вы увидите здесь сигнал, можете смело заходить до уровня 12.207. Здесь есть и дальнейшее движение вверх в рамках вот такого, ну, трендового, можно сказать, движения с закосом таким во флэт. Вот. Единственное, что бы я опасался, коллеги, это то, что я вам сейчас показываю 4 часа. Это означает, вот тот прогноз, который я вам говорю, это примерно на несколько недель. То есть, не на недельку, а на несколько недель. Единственное, чего бы я опасался, это выбивание вас по стопу. То есть, рынок, это все-таки крипта, и она имеет свойство выбивать вас по стопу. Рынок может сделать вот такое движение, бац, вас отбить по стопу, потом зависнуть вот здесь во флэте. И когда вы скажете, да манал я эту биржу, пойду я лучше работать на завод, рынок и будет выстреливать вверх. Поэтому, вот здесь можно подобного опасаться. Алексей пишет, прогноз битка, цель 3000 долларов до 2030 года. Хорошо, Алексей, хорошо. Я запишу, я запишу. Если не оправдается твой прогноз, я тебя найду. Я тебя найду, Алексей. Так, мы видим, что у нас вроде бы появляются продажи довольно неплохие по золоту. Причем, продажи такие достаточно неуверенны. То есть, вроде бы они начинаются как очень-очень уверенные. Прямо движение такое очень мощное, резкое. Но мы видим, как все это движение вниз, оно выкупается. Вот у нас появляются большие объемы. И эти большие объемы свидетельствуют о том, что кто-то вот это большое движение его останавливает. Естественно, мы понимаем, что движение не может остановиться, например, в гиперпространство. Разумеется, кто-то здесь выкупает это движение. Исходя из сказанного, предполагаю, что с огромной вероятностью сейчас у нас находятся активные покупатели, которые тупо выкупают это движение вниз. По этой причине на следующей неделе, в принципе, можно ожидать небольшого ланга от существующих целей 19.26. А почему я говорю небольшого ланга? Потому что здесь общая динамика. Если мы откроем еще раз дневки, здесь формирование такого, знаете, больше на клин, либо на флаг похоже. Называйте как угодно. Говорит о том, что глобально у нас все-таки покупатели немного не уверены. Они еще не готовы платить так дорого за новые и новые цены. Поэтому здесь вот это движение, оно такое больше спекулятивное. И в рамках, знаете, торговли внутри дня, как бы на несколько дней вы можете прикупить данный инструмент от существующих уровней. 19.26, то есть примерно где-то вот здесь, движение в сторону 19.60. То есть как-нибудь вот таким вот макаром. В случае пробоя, окей, стоим в область 2008. Даже просто 2000. Выше 2000, не знаю, надо будет смотреть. Пока что вот такая ситуация. Локальная больше, торговля вот таких вот локальных штук. Пока еще есть некая неопределенность. Давайте еще посмотрим 30 минут, как у нас на 30 минутке это все формируется. Но здесь в принципе та же самая ситуация. Вот у нас есть, объемы прогружу минуту. Вот у нас есть усиление медведей. Мы видим, что объем появляется, очень большое, резкое падение. Все вроде бы как бы должно быть прекрасно. Но при этом рынок останавливается. Ничего при этом не происходит. Никаких движений вниз. То есть если бы здесь были очень мощные продавцы, то была бы классика жанра. То есть рынок упал вниз, отрос бы. И потом вот так вот медленно, медленно, медленно стал двигаться вниз. Как вот, например, вот здесь. Это обычная картина на практически 99% инструментов, которые падают, либо растут. Которые, ну вот такая вот ситуация. Здесь ничего подобного нет. Мы видим, что рынок у нас очень сильно упал. Дошел до уровня, резко вырастает и ходит в такой пиле. Вот вторая попытка, соответственно, медведей продавить рынок. Продавить, соответственно, данный инструмент. Мы видим, что ничего при этом не происходит. И рынок у нас, собственно говоря, отрос. По золоту пока вентилятор формируется, под лопасти которого попадут многие, пишет Евгений Самошин. Абсолютно точно, Евгений. Абсолютно согласен.